И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Я хотел сегодня с вами поразмышлять на самые важные темы, на которые обычно люди не любят размышлять, не любят, даже как-то хотят вытеснить, исключить это из своей жизни, и даже для многих людей это самые страшные два слова, смерть и суд. То есть люди не любят говорить о смерти, тем более не любят говорить о суде, что есть Божий суд. И тем не менее мы читаем, что вот как раз Христос умер, чтобы взять наши грехи, чтобы нам не пришлось отвечать за наши беззакония, за наши грехи. И он второй раз придет уже для ожидающих его во спасение, в жизнь вечную. И вот что говорит Библия о смерти? Библия это единственная книга на земле, которая открывает нам всю правильную картину о жизни и смерти. И она говорит не только о смерти, а говорит еще о том, что будет после смерти. И каждый из нас создан Богом, вечным Богом, и поэтому мы являемся вечным существом. Само слово «человек» означает «чело» или «лицо» вечности. То есть отражение вечности. Каждый из нас. То есть мы имеем начало, но у нас нет конца. То есть мы будем жить вечно. Так открывает нам Бог, так открывает нам Библия. И глубоко ошибается тот человек, который думает, что вот он родился, и вот он умрет, и с этим все закончено. И даже многие люди есть, которые пытаются решить свои проблемы вот ценой смерти. Но это не так. Потому что как один самоубийца, который выжил, он прыгнул с очень высокого моста, и говорит, за те мгновения, пока он летел сверху этого моста до воды, он понял, что все его проблемы – это ничто. И что самая ужасная проблема только начинается. Но Бог проявил к нему милость, и он выжил, остался живым. И он смог это рассказать другим людям. Что те проблемы, которые людям кажутся такие огромные, это ничто по сравнению с тем, что ожидает человек. Если он, не примирившись с Богом, уйдет с этой жизнью. Потому что жизнь, она не прекращается. Умирает только тело. Тело – это как одежда для души. А душа, она бессмертна. Она живет вечно. И написано, человекам положено однажды умереть. Глубоко ошибаются те, которые думают, что у них будет второй, третий или четвертый шанс. Нет. Человеку дам только один шанс. Конечно бы, всем хотелось бы, если твоя жизнь не удалась, как-то второй шанс получить, прожить заново. И как-то лучше прожить. Или там много раз, пока совсем не удастся. Как хотелось бы. Но второго шанса нам не дам. Дан только один шанс. И ничего исправить из нашей жизни, из прошлого, мы уже не можем. Мы можем только простираться вперед, забывая заднее. И стремиться к почести высшего звания во Христе Иисусе, как стремился апостол Павел. Потому что смерть христианина, смерть верующего человека, это только промежуточная станция на пути к вечному общению с Богом. И там всегда с Господом будет. И вот к этому стремится душа каждого из нас. Тело бы наше, хотело бы здесь подольше пожить, но душа наша рвется к Богу, к небесам. Потому что Бог нас создал для Его присутствия, для вечной славы, для Его Царства. И когда Бог создал человека, Адам и Его, Он создал их вечными. И они имели прямое общение с Богом, там в Едемском саду. Но Бог не обделил и нас. Он создал для нас новое небо и новую землю. Бог создал там небесный город мира, где улицы из чистого золота, где стены из алмазов и из драгоценных камней. И там деревья, которые приносят 12 раз в году плоды. И там присутствие Бога освящает всех, находящихся в этом городе. И вот в этом городе, Христос сказал, обителей много. А если бы не так, то я, говорит Христос, сказал бы, что я иду приготовить вам место, чтобы вернуться и опять взять вас к себе на небеса. И вот это вечное, вот это то, что здесь на земле временное, а вечное это то, что ожидает нас после этой границы смерти. И Библия это единственная книга, которая раскрывает нам всю тайну смерти. И не оставляет никаких там серых и непонятных моментов. И если мы будем изучать Библию как раз с позиции, что там сказано о смерти, мы узнаем все, что нам надо, живущим здесь на земле. И первое, что мы узнаем из этого отрывка, которое мы прочитали уже, что людям положено однажды умереть. И никто этого не избежит. Бог не создавал смерти. Бог создавал жизнь. И когда Адам увидел Еву, он назвал ее жизнь. Она стала разначальницей всех живущих. Это то, что создал Бог. И Бог посмотрел и сказал, хорошо, весьма. Все было совершенно. Но Бог сказал, не ешь от дерева познания добра и зла. Ибо в тот день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот первое упоминание о смерти в Библии. То есть это упоминание как возмездие за непослушание Бога. Как наказание. То есть получается, что смерть породил человек. Адам с Евой, когда вкусили от этого дерева познания добра. Если бы они не вкусили, смерть никогда бы не пришла на нашу землю. Ее бы просто не существовало. Но это была плата. Есть преступление. Это было наказание. Наказание за преступление. И потому с тех времен умирают все люди. Потому что это плата за этот первородный грех. Потому что плата за грех, смерть. Мы читаем. За преступлением следует наказание. И конечно же смерть это враг человека. Так в Библии написано. И наступит такой момент в истории человечества, когда последний враг, смерть, будет уничтожена. И смерти уже не будет. Возмездие за грех, смерть. Мы все грешим. Потому мы все и умираем. И как однажды в конце своей жизни сказал миллиардер, мультимиллиардер Анасис. Греческий миллиардер. Который самых лучших врачей нанимал, чтобы они как-то продлили его жизнь, его существование. Он все-таки сказал такие слова. Моя жизнь была золотым туннелем. Но туннелем без выхода. То есть тот туннель, от которого он не мог вырваться. И мы умрем только один раз. Положено. То есть иначе никак быть не может. Положено однажды умереть. А потом суд. Говорит нам Библия. И мы читаем в книге Откровения. И Иоанну уже было это показано. В 20 главе он пишет. И увидел я великий белый престол. И сидящего на нем. От лица которого бежало и небо, и земля. И не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы и по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своими. Мы здесь узнаем, что у Бога еще и пишутся книги, в которых записано каждое наше мысль, каждое наше слово, каждое наше действие. То есть ничто не будет забыто. Это будет справедливый суд. Будет исследовано и проверено каждое наше желание, и каждая наша мысль, и каждый наш поступок, и каждое наше действие. И судимы будут по написанному. То есть по тому, что человек сделал. То есть все записывается. И для нас великая радость, что есть еще и книга жизни. Потому что книга жизни это великое привилегие для всех, живущих на земле. И Христос говорил своим ученикам, не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Вот этому радуйтесь. Потому что те, кто не записан в книге жизни, будут брошены в озеро Огнино. У них нет никакого шанса оправдаться перед Богом. Потому что все согрешили, все лишены Божьей славы. Все до одного. И вот одна женщина, которая много лет ходила в церковь, она мучилась, боясь, что она умрет и попадет в ад. И вот ей однажды снился такой сон, что она приходит к Богу, а там записаны все ее грехи, начиная с самых юных лет. И вот этих грехов добралось очень и очень и очень много. И потом она увидела, что приходит Христос, и вот кровь капается у руки на этот список, и он стирается. Потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть то, что записано вот в этих памятных книгах, все наши неблаговидные поступки, Господь говорит, я прощаю и даже никогда больше не вспомню. Заброшу их на гребет. И если грехи ваши будут как багряные, как волну убелю. И если будут красны, как пурпур, как снег убелю. То есть Бог стерет вот все то, что нам и не хотелось бы, чтобы было это записано, когда мы придем в присутствие Божие. Потому что на небе пишутся дела каждого человека на земле. Хочет он того или не хочет, это задумано Богом. И это Бог совершает. И мы не сможем отказаться от того, что сделали, что говорили, что думали. И важно наше отношение ко Христу. Потому что Христос был послан на землю, чтобы разрушить дела зла, разрушить дела дьявола, чтобы отпустить измученных на свободу, чтобы дать нам прозрение, чтобы дать нам вот эту жизнь. И Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. И кто пойдет за мной, тот не будет ходить во тьме. И тот, кто послушен Христу, идет за Христом, тот не будет судим, потому что его грехи Христос взял на себя, и кровь его омывает от всякого греха. И Бог написано, прощает всякий грех, кроме неисповеданного, кроме непокаянного перед лицом Божиим. Важно, чтобы мы судили сами себя. Если мы судим сами себя перед лицом Христа и исповедуем свой грех, то мы получаем прощение. А если скрываем свои грехи, прячем, как-то оправдываем себя, то не будем помилованы. Потому что только Христос дан нам, как Спаситель, и Он пришел на землю ради спасения всех человеков. И если каждый человек сейчас на земле встанет перед Иисусом и покаяется, то он получит прощение грехов. И если каждый из семи миллиардов сегодня живущих на земле пойдет за Христом, он придет в Царствие Божие. И для Него там будет место на небесах, которые Бог приготовил. Но не все люди откликнулись на этот призыв Божий. И не все покаялись, и не все идут за Христом. И потому их имя не записано сегодня в книге жизни. А нам великая радость. Потому что мы пришли к Господу, и наше имя Христос записал там в книге жизни. Не потому что мы лучше других, а потому что мы откликнулись на этот призыв. И пошли за Христом с покаянием. «Покаялись ли вы в грехах? Уверовали ли вы во Христа, как своего личного Спасителя? Живете ли вы сегодня так, как заповедал Христос?» Это сегодня важно, потому что это отразится на всю вечность, которая ожидает нас. И вот как нам избежать суда Божия? Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая, делающие их такие дела, и сам делая тоже? То есть если мы не исправим свою жизнь, то мы будем судимы за свои вот эти скверные дела. Если же мы придем ко Христу, чтобы получить очищение, избавление и жизнь новую, жизнь по духу, жизнь без зла, без греха, без ненависти. И если так же написано, кто и согрешит, то мы имеем ходаты Иисуса Христа праведных. И вот это для нас великая возможность, чтобы не быть судимым. «Так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы поднять, то есть взять на себя грехи многих». Вот для чего Христос пришел на землю, чтобы взять и наши грехи на себя, чтобы поднять наши грехи и уничтожить их, чтобы нам не расплачиваться за них. И если наши грехи прощены, то смерть это уже не возмездие, смерть уже для нас не наказание. А наоборот, как Христос сказал Иоанну, запиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Так говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И когда умирает праведник, мы читаем, в Ветхом Завете, то он восхищается от зла, то есть он уходит от зла. То есть для верующего человека смерть это награда, это приобретение, он удаляется от зла, от всего плохого, и он входит в присутствие Божие. И смерть приобретение, как говорил апостол Павел, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И потому она уже не становится ужасной, как для неверующих людей, для которых это возмездие, для которых это страшно, потому что суд. А верующим Иисуса Христа уже не судится. И потому христианин умирает с радостью, потому что, как апостол Павел говорит, я хочу умереть и вотвориться у Господа, и быть у Христа. Потому что это гораздо лучше, чем быть здесь на земле. И смерть приобретение. Смерть не в состоянии уже взять от нас только одно. Смерть все забирает. Все, что владел человек, он перестает этим владеть на земле. Какое бы у него ни было записанное имущество, люди очень любят, что там и печати были, удостоверения, чтобы зарегистрировано было в палате. Но придет смерть и все равно отберет. Все равно ты это не удержишь. Какая бы там у тебя ни была квартира, твоя, приобретенная, личная, собственность, но смерть заберет. Забирает самых близких, самых родных, самых дорогих. Смерть разделяет. Но вот что не может отнять смерть, это Иисуса Христа. Потому что живем ли мы и умираем ли мы, мы всегда в руках Господа. Мы всегда Господни. И это успокаивает нас, это вдохновляет нас. Потому что нашего Господа Иисуса Христа не может отнять никто и ничто. И даже смерть не может отнять от нас Христа. И истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Уже здесь на земле ты перешел из состояния смерти, потому что только рождается человек. И с каждым мгновением, с каждым днем он приближается к своей смерти. Но если человек встречается со Христом, то он уже перешел из состояния умирания, да, и сюда он перешел в состояние уже жизни на небе. И с каждым днем христианин, покаявшийся, он приближается уже не к смерти, а приближается к смерти, к встрече с Иисусом Христом. Приближается к небесному городу Иерусалиму, к ограду святому, к собранию святому всех спасенных. С каждым днем мы приближаемся к этой небесной славе, к небесной хвале, которой мы там будем присутствовать, да, и вот это вдохновляет нас. Человек, который не имеет Христа, у него нет этого прекрасного будущего, он только с каждым днем приближается к смерти, к кладбищу, к суду и к возмездию за свои грехи. И потому участь любого человека, как у этого Анасиса, вот этот туннель, с которого он не может выбраться, с которого нет выхода. А впереди дороги той, плаха с топорами, как когда-то Высоцкий писал, то есть есть расплата. Но верующий, мы читаем, не судится, он уже перешел в состояние жизни, жизни вечной. Христос говорит, я есть жизнь, и верующий в Меня, если умрет, воскреснет. Я есть воскресенье и жизнь. И вот это прекрасное будущее ожидает нас, которым мы приближаемся, и это нас вдохновляет. И оно было показано, он увидел этот прекрасный город, Иерусалим. Он написал нам, насколько он красив. И кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. И нет уже возмездия за грех, смерть. А есть уже вот это благословение, это награда верующим в Иисусе Христа. Жизнь вечная во Христе Иисусе. И будущее зависит от того, как ты сегодня относишься к Иисусу Христу. Славишь ли ты Его, поклоняешься ли ты Его, любишь ли ты Его, служишь ли ты Ему, идешь ли ты за Ним, или ты отверг Христа. И для тех, кто отвернулся от Христа, то вот этот день будет уже не радостью, когда он станет пред Богом, а великим страхом. И как в одной песне поется, что Христос встал спиной. И человек возобил и говорит, Иисус, почему же ты от меня отворачиваешься? А Христос говорит, а помнишь, как ты поступал здесь на земле? Я был от тем ребенком, просящим хлеба. Я был от тем нуждающимся, которого ты отверг. И Христос говорит, что кто примет, да, вот такое дитя даже во имя Мое, тот меня принимает. Тот, кто здесь на земле живет эгоистично, отвергая всякую заботу о ближнем, о церкви Христа, Того написано, кто отречется от меня, оттого и я отрекусь пред Отцом Небесным, пред Ангелом. И вот это важно, чтобы нам здесь на земле радовать Христа, служить Ему, славить Его своей жизнью, делать те добрые дела, которые Он нам заповедовал, которые Он нам доверяет в этой жизни делать. Чтобы не жить вот грешно только для себя, потому что не делание того, что говорит Господь, это тоже грех. Может быть, ты не сделал ничего плохого, но не сделал ничего хорошего. Это такой же грех. И потому Господь не хочет, чтобы в нашей жизни было упущение. Чтобы мы были руками Христа, чтобы мы были глазами Христа, чтобы мы были ногами Христа здесь на земле. Чтобы мы делали то, что делал Христос, когда был на земле. Чтобы мы шли по Его следам. И дела, которые Христос совершил, чтобы мы совершали в своей жизни. Вот именно к этим добрым делам, к этим плодам призвал нас Господь. И Он говорит, я есть воскресение и жизнь, и верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Вера без дел мертва. Если мы верующие во Христа, мы стараемся творить дела Божьи здесь на земле. Мы говорим погибающим о Христе, мы молимся за этот мир, за начальствующих нашего народа, мы участвуем в этой жизни как служители Христов и стараемся делать Его дело. И мы читаем. И вот Господь напоминает нам, что наша жизнь, наше дело во Христе, которое мы делаем. Ведь Христос говорит, смотри каждый, как строит свою жизнь. Кто из соломы, из дерева, у того дело сгорит. А кто строит из золота, из драгоценных камней, того дело будет, наоборот, оценено. И Господь скажет, хорошо, добрый и верный раб, ты в малом был верен здесь на земле. Ты не оставлял Меня, ты служил Мне, ты совершал Мою волю. И потому войди в радость Господина Своего и наследуй Царство, которое Бог приготовил тебе. Вот именно для этого Господь и создал нас, чтобы мы нашли Бога, чтобы мы покаялись перед Богом, чтобы мы получили прощение грехов, чтобы мы получили новую жизнь во Христе и чтобы мы жили уже прославляя Его и ожидали Его во спасение. И когда Он явится, мы сказали, ей гряди Господи Иисусе, мы готовы встретиться с Тобою и быть с Тобой на небесах всегда. И такому человеку уже смерть награда, уже смерть приобретения. И нет уже страха, как мы читаем, что неверующие люди, которые из-за страха перед смертью были в рабстве, были в этом стесненном положении. И когда Господь пришел и освободил, и дал нам вот эту открытую, вот эту, где Дух Господен, там свобода, чтобы жить уже не в рабстве греха, а жить уже в той свободе, которую подарил нам Христос. Жить в любви, в радости, в мире, приходить к Господу, поклоняться Ему, служить Ему, приносить Ему добрый плод. И когда Он явится, Он скажет, пойди, благословенный, и наследуй мое Царство. Аминь. Будем молиться и славить нашего Господа за эту жизнь прекрасную, которую Он подарил нам.